Валерий Юрьевич, Максим Валерьевич, вот вы к нам пришли на мастер-класс второй раз. Мы-то знаем, вообще-то говоря, что это просто сработала прививка английского языка Михаила Юрьевича. Но нам вот интересно ваше объяснение, что вы чувствовали, когда возвращались к нам еще раз. Вы знаете, я понял, что я слышу английскую речь, даже учитывая, что это было фактически первый раз в жизни, я стал слышать фразы. Вот музыка играет в машине, я слышу, что там говорится, и сейчас, в принципе, все повторяется. Повторяется именно таким образом. Я слышу отдельные фразы, я стал разбирать вот из этого потока. Я понимаю, переводить пока не получается, но отдельные фразы я понимаю, о чем говорят. Грубо говоря, из чего это состоит. Можно ли вообще сказать, что подобного рода регулярность, то есть регулярное посещение, очных занятий, использование заочных курсов, максимально, именно вот такой режим изучения языка по шесту наиболее эффективен? Я почувствовал, что есть результат, что впервые в жизни, да, из всех моих, как бы, так сказать, попыток изучить, выучить английский язык, как бы, у меня что-то получалось. Получалось, а, произносить, получалось, как бы, так сказать, распознавать. И это действительно приносит некое удовлетворение и дает надежду, что, так сказать, все, как бы, это получится. Отличеный язык. Нет, я имею в виду, это работа, это... Да, это работа, плюс еще это некий, конечно, интерес, потому что вот это, скажем так, взаимопроникновение той культуры в нашу культуру, оно обогащает. То есть, невзирая на то, что, в общем, так сказать, вот, он немножко другой, но все равно, как бы, так сказать, ты становишься, ты и сам меняешься. То есть, я даже вот за эти две недели обратил внимание, что на меня стали по-другому смотреть. То есть, вот эти вот занятия, да, они, как бы, так сказать, тебя, как правильно, Михаилович, говорить, что возвышают. То есть, вот эти вот, эти оттенки и звуки, люди их даже, как бы, вот, они их чувствуют, да, они их с интересом начинают на тебя смотреть. Хотя, вот все, что, как бы, так сказать, происходит, это, как Михаилович говорит, что звуки оглушаются, либо озвончаются более, как бы, четко и лучшим образом в результате этих занятий. Вот, вот, что происходит. Понимаете? А люди это чувствуют. И ты, и я это чувствую. То есть, и ты это чувствуешь. Понимаете? И получается, что, как бы, это очень интересно. И, я не знаю, как бы, это, вот, в более молодом возрасте, да, то есть, когда это, как бы, так сказать, ты, там, не осознаешь, оно, как бы, вот, так же яркое или нет? Или это, вот, нужно дойти до этого, чтобы понять? То есть, вот, грубо говоря, там, до какого-то. Ну, я, вас не было, как бы, мы говорили, да, что, фактически, вот, у меня сейчас за две недели, как десятилетка прошла. То есть, вот, мы, ощущая себя выпускником, вот, какой-то школы, такой, как бы, так сказать, вот, это не две недели, а это, вот, вот, просто не две недели. Это, вот, наверное, вот, по ощущению, что это, вот, я десять лет был в этой школе. Но это мое восприятие. Ну, кстати, из этого и плавненько другой вопрос выстекает, чисто, так скажем, технического характера. Вот две недели, там, вечерами, без перерыва, без выходных, не очень тяжело? Ну, смотрите, мне есть чем сравнить с предыдущими занятиями. Тогда было очень тяжело. Я помню, что, так сказать, мы с сыном выходили, просто, просто выползали. Просто, вот, буквально выползали. Сегодняшний курс, он стал, он другой, это большой плюс, да, то есть, он, как сказать, как сказать, он, benton тоже напрягает, напрягает, но это, скажем так это, скажем так, более, ну, это, скажем так, не превышает некие, как бы, предельные какие-то возможности восприятия, потому что тогда было очень тяжело. Сейчас это более гармонично, наверное, более правильно сказать, что это более гармонично увязано. Даже занятия по машинописи вписаны более неестественными. Да, непринужденно и при этом очень показательно, что в тех занятиях они были оторваны, они были сами по себе. А здесь все в одном, грубо говоря, некое облако, облако занятий, если говорить образно, в котором и устная речь, и письменная, и машинопись, все как бы присутствует. А информация, которую получили вы на первом мастер-классе и сейчас на втором, она сильно отличается друг от друга? Сильно, сильно. Она сильно отличается. То, что у меня отложилось в первые занятия, что было «правильно вот так», «правильно вот так», «правильно вот так». Сейчас дается возможность выбора «правильно вот так», «говорят вот так», «ты выбираешь более жизненно». Я понял, как этим дальше можно пользоваться. Буду пользоваться, не буду. Буду развивать, не буду. Это уже как жизнь сложится, как обстоятельства. Но я уже понимаю до конца. То есть методику и курс я понял более глубоко. Может быть, для этого нужно было второй раз прийти. Не знаю. Как кто-то сказал из древних, что времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Может быть. Вот изменились. Сам Михаил Юрьевич, он тоже как-то не стоит на месте. Безусловно, он как-то развивает свою методику. Нет. Но методика, на мой взгляд, более гармонична. Или я был более готов. То есть сейчас у меня улеглось все гораздо легче. Если прошлый курс был очень тяжелым, может быть, это было со временем связано. Мы тоже приходилось вырываться, еще что-то делать. То есть тяжелые эти занятия были. Но тот курс у меня так вот ярко. То, что он был тяжелым, это отложилось. А вот сейчас это было именно разложено по всем полкам. Улеглось. Улеглось как надо. Для вас система шестова – это, прежде всего, изучение английского или это больше, чем изучение английского? Сейчас я понимаю, что это гораздо больше. Это просто именно навык. Именно навык изучения чего бы то ни было. То есть другого языка понятно. И вообще, конечно, к этому приходишь, когда ты со своей профессией разобрался. То есть понимание более глубокое, не поверхностное, а понимание более глубокое. Здесь то же самое. Я, конечно, очень благодарен. То есть признательно за то ощущение, что на самом деле в любом возрасте можно учиться дальше. А активизация мозгов за эти две недели – это тяжело, но это в то же время активизирует все процессы. И ты, видя результаты, понимаешь, что это все можно двигать дальше. Что мозги не скисают, а наоборот, ими можно и нужно заниматься. Вот. И вот как бы это еще, как бы детям это попытаться объяснить нашим. Пытаться бесполезно нужно показывать. Личным примером. Вот. Я тоже понимаю. Он, когда я… Ты сам, я говорю, ребенок, пойдешь со мной? Говорит, нет. Говорит, папа, я как-то это вот не очень, как бы так сказать, это вот все верю. И поэтому лучше ты без меня. Вот я сейчас буду заниматься с преподавателем. Говорит, вот мы… Вот скажи мне, как вот это будет слово? Говорит, ребенок, я пока не готов. Говорит, ну вот, видишь. Так что только, только личным примером, как бы я так понимаю, действительно можно… Ну, юность у нас всегда безжалостная, жестокая, так скажем. Ну, что сделаешь, ладно. Ну, а на моем вместе. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, я спасибо за просмотр! Ну, спасибо за просмотр!